Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Наталья, расскажите несколько слов о себе О себе могу сказать очень просто Я журналист, который имеет это образование, но не работает по профессии Но пою, пишу песни, стараюсь радовать всех детей И учу деток на гитаре Здравствуйте, меня зовут Гулим Как началось ваше творчество? Как это произошло? И кто на это повлиял? Очень сложно сказать, кто повлиял Я думаю, что очень много событий в жизни происходящих В первую очередь, учительница в школе, которая преподавала музыку Она включала нам замечательные песни Была так у Джавы, Олега Митяева И песни со смыслом глубоким трогали наши детские сердца и души И мне почему-то захотелось тоже так же писать красивые, добрые песни о людях О мечтах, о природе В общем, что-то доброе и светлое Нести людям через песни Наверное, в первую очередь она повлияла Спасибо Меня зовут Вика У меня такой вопрос Может ли интернет убить искусство? Может, да Несомненно Что он, в принципе, сейчас успешно делает К сожалению, сейчас очень много талантливых и в том числе неталантливых людей у нас Мы можем заметить в интернете Которые даже играют на расстроенных инструментах Что уж там говорить С фальшивыми нотками поют Но почему-то многим это нравится, несмотря ни на что И воспитывается такой вкус, можно сказать, на бескусицу Поэтому, конечно, желательно иметь под рукой, так сказать, родителей Которые могут подсказать, направить Чтобы они воспитали в вас музыкальный вкус И ввели в мир музыки, в мир песен А подряд все слушать я лично не рекомендую Здравствуйте, меня зовут Амирис У вас много песен о любви? Песни о любви? Ну, я думаю, что в каждой моей песне есть и любовь То есть она бывает разная Любовь человека к человеку, любовь к природе Так или иначе, каждая песня моя связана с любовью Ну, значит, получается много Здравствуйте, меня зовут Ксения У меня такой вопрос Как начать записывать свои песни и что для этого необходимо? Записывать нужно не сразу же записывать Конечно же, отработать Постараться найти наставника, кто, может быть, подскажет в этом что-то Может быть, это учитель по вокалу будет Может быть, это человек в студии, который объясняет Каким образом правильно записывать песни Для начала нужно попробовать на диктофон позаписывать Да, как это будет звучать Конечно, диктофон не даст картину общую, красивую, точную Но все-таки потренироваться стоит А в студию уже приходить практически готовым, да, продуктом Чтобы не тратить зря время звуковика и ваше время Ну и, конечно же, на выходе получить идеальную работу Спасибо большое В чем счастье? Для меня счастье в том, чтобы утром проснувшись Понимать, что я могу продолжать жить в полном, так сказать, здравии В осознанности своей И могу писать песни В первую очередь Для меня счастье, наверное, это общение с близкими И дарить людям свое творчество В первую очередь для меня это счастье Оно в мелочах Оно, конечно же, везде Замечать, научить замечать счастье во всем Это тоже особенность такая Поэтому я стараюсь делать себя счастливой За счет каких-то таких маленьких радостей Солнышко сегодня Или улыбнулся на улице, человек прохожий То есть во всем счастье есть Для меня оно такое Здравствуйте, меня зовут Варвара И когда... у меня такой вопрос Когда вами восхищаются, всегда ли вы верите? Если восхищаются дети, то я им верю Потому что дети не могут врать Их глаза, их глаза Это зеркало души Их глаза выдают все Настоящее, правда ли это Он восхищается или нет А взрослые умеют со временем Немножко скрывать свои истинные чувства Поэтому взрослым я доверяю в меньшей степени Я скорее настораживаюсь И хочу сразу подумать Что же от меня человек на самом деле хочет Просто ли он так это говорит искренне Или что-то хочет попросить Спасибо за ответ Здравствуйте, меня зовут Таисия У меня такой к вам вопрос Что тяжелее всего пережить в жизни? Если говорить о каких-то ситуациях в жизни Таких как, может быть, смерть близкого человека Или предательство То и предательство, и смерть Они практически на одной грани Единственное, что смерть Это уже необратимый процесс И мы не сможем никак пережить это Только как бы смирившись А предательство это просто этап Поэтому, конечно же, сложнее всего Потерять близкого человека Даже друга, может быть, это собака или кошка С этим, ну, мне, по крайней мере, сложнее всего Не могли бы вы исполнить какое-нибудь произведение? Ваше? Хорошо, свою песню свою вам Я иду своею дорогой Впереди открытие так много За спиной ты меня всегда Не сбиваться и не сдаваться Лишь с собой во всем оставаться Путеводный свет, он звезда И мой полет меня зовет Чистый небо Нашим светом И за спиной Ангелой За временем лету Послушаю ветру На земле лечу, словно птица Могут все мечты воплотиться На четкую силу Необъятный богой Я борю бы с травмом разбиться Мне бы сбился, сердце не спит Но мне обращаться Не живой Мне бы сбился, сердце не спит Спасибо Меня зовут Селя Как вы относитесь к сплетням вокруг вас? Создаете ли вы их сами? Создавать сама я не очень их люблю Но их очень много вокруг Я думаю, вокруг каждого творческого человека Да что там говорить Вокруг просто человека, который может Оказаться на виду К ним я отношусь хорошо Если говорят, значит Есть интерес ко мне как к личности Единственное Есть недобрые языки Которые могут что-то там Такое недоброе сказать Но я про себя говорю Тот, кто верит сплетням В первую очередь Сам является таким Не очень добрым человеком Пусть он сначала лично пообщается Сдать свое впечатление о человеке А потом верит сплетням Сплетни это Я считаю, что это какой-то Пережиток современного общества Спасибо Здравствуйте, Наталья Меня зовут Анжела Я хотела задать вопрос Вы сами пишете стихи Или вы предпочитаете произведение других авторов? Случается так, что я пишу на стихи других людей Это, как правило, все мои друзья Или, ну, очень редко я могу найти в какой-то книге Например, стихи Данила Андреева Вот мне пришлись по душе и родилось две песни А в основном я пишу на стихи современников То есть это мои друзья Вот Виктор Макаров, который у нас в городе живет Также еще несколько авторов, да, которые современники Но в основном пишу сама И стихи, и песни Спасибо Здравствуйте, Наталья Я думаю, что эти песни, они для всех Спасибо за ответ Здравствуйте, меня зовут Маляка Художник должен быть голодным? Художник в плане творчества, да То есть не обязательно именно художник, который рисует Поэт, ты имеешь в виду, да, в данном моем случае Я думаю, что должен быть голоден не в плане материальном, да Где у него, может быть, покушать ничего нет А именно в творческом плане То есть он должен быть в постоянном поиске каких-то ощущений Каких-то мыслей, да Читать книги, быть именно вот в этом плане голодным Не останавливаться на своем развитии в каком-то моменте, да Допустим, написала пять песен и успокоилась Чем больше я буду поглощать в этом мире интересных историй Интересных чувств испытывать К этому мой голод, если будет всегда Тем больше песен в моей копилочке будет Здравствуйте, меня зовут Ангелина А у вас есть мечта? И чем вы можете порадовать своих поклонников? Мечта у меня, конечно, есть Я бы сказала, что не одна И я считаю, что пока человек мечтает, он живет Как только мечты у него угасают Соответственно, уже у него нет стремления Вам, может быть, рассказать свою мечту? Я люблю делиться мечтами Потому что как только я их рассказываю Они почему-то непременно исполняются Одна из мечт – дописать альбом Сделать еще несколько клипов к этому альбому В данный момент пишется две песни из этого альбома уже на выходе И клип практически скоро я порадую этим клипом друзей и людей И всех моих поклонников Ну и, конечно же, мечта – это продолжать творить и написать книгу Она сказочная, сказка Огромное спасибо за ответ Те, кто нас обижают Нужно сдавать сдачу или же терпеть и игнорировать? Как говорят некоторые умные люди Не стоит никак реагировать на обиды Но стоит отдалиться от этих людей Так и я считаю Что человек, который целенаправленно пытается кого-то обидеть Преследует какую-то цель Может быть, как-то возвысится над тем, кого он обижает Поэтому возможности давать себя обижать Стараться исключить таких возможностей Чтобы не общаться просто с таким человеком Ну и сдачу давать не нужно Потому что человек сам себя обижающий Он сам себя компрометирует уже Музыкальная пауза Столько долгих лет С незапамятных ритм Я ждала Когда исполнится этот сон Верила в чудеса И среди тысячи имен Только взгляд И я узнала, что это он Узнала, что это он Я зажигаю сердце Чтоб для тебя всегда гореть Я зажигаю сердце Мне так легко с тобой лететь Я зажигаю сердце Чтоб для тебя всегда сильеть Чтобы ты мог согреться Я так хочу тебя обнять Я зажигаю сердце Я зажигаю сердце Для тебя Можно задать вам вопрос Сколько у вас всего уже песен И какая ваша любимая? Почему? У меня около 60 песен Любимых не могу выделить Особенно любимую какую-то Каждая песня в какой-то период жизни Она становится любимой Бывает, что так, что Какая-то песня ушла из жизни Потом она возвращается С новыми силами И вновь ее хочется петь Но, как и Можно сказать, да Многодетная мама Для меня каждая песня Это как ребенок Я люблю ее по-своему Поэтому отдельно Выделить не могу никакое Спасибо за ответ Довольны ли вы своей жизнью? И считаете ли вы То, что вы выбрали Правильную карьеру И путь? Конечно Абсолютно Стопроцентно Даже без сомнения Я верю в то, что это мой путь И получаю от этого От этой жизни удовольствие Я могу себя назвать Счастливым человеком Потому что я Занимаюсь тем, что я люблю И с этим связана моя работа Конечно же Не всегда бывает легко Потому что с детками Сейчас работаю Но в основном На творчество хватает сил и времени Поэтому я счастливый человек Как прошло ваше первое выступление И запомнилось ли оно вам? Первое выступление Было очень необычным Я помню, что вышла на сцену Именно с гитары В 16 лет И у меня тряслись ноги И мне казалось, что все видят это Все жюри Все в зале И я не знала, как же от этого состояния делаться Потому что, во-первых, это были джинсы Это не платье Если в платье как-то можно скрыть То там уж никак Ну, я спела Это был конкурс Я получила какую-то грамоту Я помню Но я хочу сказать, что потом На протяжении какого-то времени Я старалась чаще выступать Чтобы преодолеть страх Вот именно стоя С гитарой Чтобы ни ноги не тряслись Никакие мысли не мешали петь песню А до этого первое выступление Было в музыкальной школе Где я училась на домре русской народной Инструменты русской народной И у меня очень сильно потери ладошки Я это очень помнила Что у меня в холодном поту руки были Это тоже особое состояние Когда ты волнуешься Ты понимаешь, что Ты не можешь никак это волнение В себе побороть Но тем не менее Ты справляешься И я считаю, что это маленькая победа над собой Спасибо за ответ Почему большинство поэтов несчастны? Большинство поэтов может быть несчастны Потому что они не могут найти свое Как сказать При жизни не каждый поэт получает признание Может быть хочется каждому этого Но их несчастье еще заключается в том Что они находятся в постоянном поиске себя В поиске себя и в творчестве И еще в каком-то направлении В душевном Поэтому, конечно же, с такой душевной организацией Как у поэтов, художников Не всегда легко жить Я по себе это знаю Потому что у нас эмоции порой зашкаливают Но без таких перепадов настроения У нас бы не было ни стихов, ни песен Поэтому это постоянно Это нормальное состояние для поиска Спасибо за ответ Чья была идея создать ваш коллектив Рисунки ветра? Идея этого коллектива Пришла ко мне неожиданно от друзей На тот момент Мы с ребятами не были знакомы Они мне написали сами Заберезникова Ксюша и Алексей Шергин Сейчас это уже Ксюша Шергина Они муж и жена Они были замечательные Есть они сейчас в нашем городе Предложили мне петь именно мои песни И, может быть, какие-то еще другие композиции Была такая идея Мы создали Потом ребята уехали учиться И поэтому пришли другие ребята в коллектив На данный момент сейчас уже еще третий состав То есть, можно сказать, что все меняется, все течет Но я считаю, что это подарок судьбы Иметь такой замечательный коллектив Спасибо за ответ Как вы думаете, творчество для исполнителя Какую-то находить грань Не то чтобы прямо очень сильно зарабатывать Но в то же время постараться, чтобы это приносило какой-то доход Иначе у человека в каком-то моменте может просто энтузиазмом закончиться на этом Спасибо Хотели бы вы кем-нибудь быть в детстве? Кем я только не хотела, проще сказать Я и врачом, и парикмахером Очень сильно хотела быть врачом Поэтому передачи, которые на советском телевидении Были очень знаменитые Это операции на открытое сердце Что-нибудь такое Я все это наблюдала очень четко Мне бабушка прибегала Говорит, да как ты можешь это смотреть? А я это все смотрела и запоминать пыталась Ну, конечно, что я там могла запомнить Но потом резко, в какой-то период Где-то, наверное, лет в 14 Хотела стать полицейским Ну, милиционером тогда это называлось И очень серьезно к этому относилась Так как я занималась спортом Видом единоборства и клондо Я, конечно же, думала, что я вот по своему предназначению Но лет в 15 быстро очень переключилась на музыку Именно на песни Песни с 13 лет начала писать А в 15 поняла, что без этого жить не могу Спасибо За скольки лет вы играете на гитаре? Вот с 13 лет я и играю Музыкальную школу я закончила лет в 16 Но до этого я в 9 лет поступила И не играла на гитаре Только где-то, наверное, с 12 начала осваивать Понемножку разных учителей И в 13 родилась первая песня Спасибо за ответ В вашей семье были музыканты? Или вы сами захотели быть музыкантами? В моей семье не было настолько стопроцентных музыкантов Чтобы там у них было большое какое-то образование Но дедушка любил очень петь Моя прапрабабушка играла на гитаре и пела Моя бабушка играла на гитаре Дедушка говорила, да, пел красиво Мой папа тоже играл в группах и пел То есть из поколения в поколение музыка была в нашей семье всегда Но только, видимо, у меня нашлись силы, желания много выступать для других Спасибо за ответ Пожалуйста Хотели бы вы начать писать песни, используя какие-то другие музыкальные инструменты или только гитара? Я пишу песни в основном под гитару, потому что это инструмент, который мне помогает Но могу и писать и без гитары То есть это, как правило, просто рождается какая-то мелодия в голове Сопутствующим инструментом может быть фортепиано Но я не настолько хорошо им еще пока что владею Чтобы можно было писать песни под фортепиано А в основном песни, конечно, потом обретают одежду, так сказать, красивую в виде аранжировки Благодаря которой она уже звучит более ярко и интересно Чем я вот сейчас и занимаюсь, мы пишем альбом как раз таки с Вячеславом Зайцевым Который очень много сил прилагает, чтобы создать эту красивую аранжировку для песен Спасибо большое Считаете ли вы, что именно родители побудили вас в это желание стремиться к большему Стремиться к вашей профессии на сейчас момент? Ну я могу сказать, что они не то чтобы побудили Я бы сказала, они мне не помешали Они наоборот очень сильно поддержали У них не было стремления меня как-то подталкивать Они сделали все условия, создали для меня все условия, чтобы я могла просто развиваться То есть я делала все то, что хотела Ходила в музыкальную школу, на тренировку, в бардовский клуб Дома у меня практически не было И, к сожалению, своему стыду я в школу часто пропускала Тоже по тем же причинам Но в итоге, конечно же, если бы не они, я бы никогда не стала тем, кем я стала Вы когда-нибудь хотели бросить ваше дело? Об этом никогда не думала Были только сомнения, что кому это нужно, возникал вопрос Может быть, это никому не нужно Но тут же приходил ответ, словно по мгновению палочки Какие-то друзья или кто-то говорит Спасибо тебе за песню Вот мне она помогла до дома доехать После тяжелого рабочего дня настроение подняла То есть мелкие-мелкие такие приходили сообщения от друзей Или просто от людей, которые послушали Поэтому я поняла, что все не зря И я никогда не думала о том, чтобы это бросить Наоборот, думаю, слава Богу, что я могу этим заниматься Благодарю Бога за это каждый день Были какие-нибудь люди в вашей жизни, из-за которых вы не хотели дальше двигаться и просто бросить это дело? Люди, которые могли на меня как-то повлиять Они, конечно, были Был период, когда было сложно немножко писать и ломать себя, свое мировоззрение, свои какие-то амбиции Это происходило, как правило, на фестивалях То есть человек в каком-то жюри, например, находящийся Он мог сказать, что вот здесь вот не очень, здесь не так Но это на самом деле юношеская такая вещь, когда ты должен прислушаться А молодежь, как правило, нет, это мое видение, это все я так хочу, это вы ничего не понимаете А с годами я поняла, что прислушиваться необходимо, чтобы расти дальше И поэтому у меня не то, что не возникало бросить, у меня наоборот возникали мысли Нужно еще больше развиваться Но только находить правильно, так сказать, ну, можно сказать, наставника Нужно всегда искать такого наставника Сколько у вас было выступлений в вашей карьере и дался ли опыт на будущее? Очень много выступлений, я даже не могу сказать, сколько, потому что это постоянная череда Я вот всегда всем говорю, начинающим артистам, говорю, будьте на сцене, живите на сцене Есть возможность каждый день выступать, выступайте Чем больше вы выступаете, тем больше вы набираете опыта для сценического мастерства То есть мы должны вот так легко общаться с вами не только здесь, но и со сцены я должна общаться Поэтому несчетное количество выступлений дало мне, естественно, уверенность в себе Где я могу спокойно выступать, даже без... Иногда даже мне кажется, что через чур легко я себя чувствую на сцене Раньше это было всегда преодоление себя, адреналин какой-то, что-то в этом... А сейчас вот нету, грань стерлась Спасибо за ответ И по традиции, Наталья, выберите тот вопрос, который вам больше всего, так скажем, понравился Это очень сложно сделать, поэтому я даже не могу сказать Практически все вопросы были необычные, все очень такие емкие, интересные, на которые можно долго отвечать Выберу я, наверное, самых активных участников, да Вот девочка напротив сидит у меня Вот такой вот подарочек маленький Это просто в виде, ну как, может быть, маленький талисманчик, чтобы тебе хотелось творить, идти вперед и что-то такое делать, да, творческое Ну, на всех, к сожалению, не хватит Вот мальчику вашему, который один сегодня был, вот такой вот маленький тоже подарочек Я очень люблю дельфинов, то есть для меня дельфин это олицетворение любви и вдохновения Вот тебе такого дельфинчика куда-нибудь прицепишь себе Да, и еще вот такой вот маленький подарочек, сейчас подумаю, кому же Вот девочки тоже напротив, вот смотри, такой голубенький тебе прям под цвет, настоящий камушек Пусть он принесет вам всем счастье, этот маленький такой подарочек Спасибо вам, что позвали Спасибо, аплодисменты Спасибо вам всем